Все. Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания слов Твоих Божественных. Пребудь с нами и в этот вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Друг. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание к Арифинам, Святого апостола Павла, 9 глава, 1 стих. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. Толкование. Столь долго рассуждал об этой службе прежде и, снова намереваясь беседовать о ней же, говорит, что для него излишне писать о ней. А делает это мудро, чтобы более привлечь их. Ибо, когда Павел имеет такое мнение о них, что для них не нужен совет касательно милостыни, то им стыдно было бы оказаться впоследствии ниже доброго мнения о них. Вопросы. То есть понятно, что вы и так все знаете, вы молодцы, вы знаете, что святым нужно помогать. И поэтому даже затрагивать это излишне писать вам и не стоит. Смысл такой. Второй стих. Второе, Крифинам, 9 глава. Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Толкование. Я и сам знаю, говорит усердие ваше, и не только знаю это, но хвалюсь перед другими, что готова вся Ахая, а не один Карин, и что ничего не остается, как только чтобы пришли к вам собирающие милостыню. Итак, мне стыдно будет, если похвалы мои окажутся напрасными и ложными. Выше говорит, македоняне доброходные и просили нас. Как же теперь, говорит, и ревность ваша поощрила многих. Не сказал всех, но многих, ибо доброходные и просили нас, а другие были возбуждены нашей ревностью, ибо многие нуждаются в побуждении. Иначе. Мы не советовали им, не убеждали их, а только вас хвалили. И этого достаточно было к их убеждению. Смотри, как побуждает и Каринфян, примером Македонян, и Македонян, примером Каринфян. Вы, говорит, сделались учителями для них. Не окажитесь же учителя хуже учеников. То есть, раньше он пример ставил Каринфскую церковь у Македоняна. И когда пришло время вновь собирать пожертвования, милостыню, он об этом и пишет, чтобы вы хуже учеников, хуже Македонян не оказались. Пока все понятно, вопросов нет. Идем дальше. 2 Каринфянам 9.3 Братьев же послал для того, чтобы похвала моя у вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены толкованием. Себя самого делает как бы членом Каринфской церкви и беспокоится о ней. Ибо говорит, поскольку я покоился вами, то боялся, чтобы не посраниться мне, и потому послал братьев, чтобы похвала моя не оказалась тщетной. То есть, да не изобличится похвала моя вами, как пустая и напрасная. Ибо я, говорит, восхищаясь вами перед всеми, хвалился и перед ними. Итак, если покажете себя не такими, стыд будет общий. Впрочем, не во всем, а только в этом случае. То есть, да не посравлюсь в одном предположении моем касательно милостыни. Но, чтобы вы были приготовлены. Как сказал я и македонянам, что в Африке уже все готовы, и ни в чем у них нет недостатка. Вопросы есть? Так, вопросов нет. Четвертый стих. И чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас неготовыми, не остались вы в стыде мы. Не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Толкование. Снова обращается к тому же и с большей силой выражает беспокойство, убеждая их человеческими соображениями. Ибо больше стыда, когда кто сравнится пред чужими лицами. Может быть, говорит, вы рассчитываете на меня, как знакомого вам. Но подумайте о македонянах, которые, быть может, придут со мной, что вероятно. И найдут вас. Не сказал, нежелающими, но неготовыми. Ибо и то стыдно, если вы неготовы и скоро не можете собрать. Тем более стыда, если вы ничего не собрали или собрали менее надлежащего. Но, говоря, чтобы не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью, смягчает речь свою. Не во всем, то есть постыдимся, но только в хвалении относительно милостями. Ибо прочее, касающееся вас, безукоризненно. Говорит же это не для того, чтобы польстить им, но скорее с тем, чтобы сделать их более усердными. Дабы похваляемые во всем и в этом не оказались недостойными похвалы и ниже самих себя. Словами «не говорю вы» показывает, что они больше будут посрамлены, нежели он. Ибо это их грех. Под частью же, разумеет, основание или самое дело, или существо похваления. У меня вопрос. Вот это последнее предложение от толкователя вообще неизвестно, о чем речь. Игнать Тихонович, давайте прочтите еще раз последнее предложение и попытайтесь донести до народа Божия. А что тут донести? Тут открытым текстом все написано. Что он был там, в другом месте, похвалился. Такие люди их жертвенные, все. А их предупредил заранее. Со мной придут люди. Смотрите, придем, а у вас карманы пустые. Куда деньги-то истратили? А вот теперь я буду говорить, скорее собирайте, чтобы это не было как побор. А положили, и пусть лежит. Зарплату платили каждую неделю, а тогда каждый день. И не прикасайтесь к этому. Вот и все основание, дело это существо похваления. Вот вопрос стоит в том, так что полезно хвалить или нет? Хвалить. Он показывает, что полезно хвалить. Сегодня учителя по-разному на это смотрят. Вот у японцев у них одна методика, а у грехов совершенно другая. Вот когда я занимался лагерями, ездил по скаутским лагерям в Америке, то я посмотрел и, ну, я сказал свое мнение. Ваших руководителей к себе даже в ограду не запустил. А сам подумал, а они бы меня к себе не запустили. У них другие требования совершенно в этом. У них все. Завели, вечером показывают, но высота примерно 2,5 метра. Занята все ящиком. Я говорю, а что это? Да это сливочное масло. Да как-то на 100 лет вперед. Это же не халва какая-то, а масло. И вот похвалились ими на очень добрые люди, которые помогают, покупают. У нас такое было, когда мы помогали библейскому обществу. Он так похвалился нами, этот Булатов Алексей Владимирович, что привез с собой американцев. Ты помнишь это? Это мне все понятно. Мне непонятно, мне непонятно именно последнее предложение толкователя. Вот что такое под частью? Частью в кавычках. То есть не полностью, а это часть, которой я говорю. А в полноте вы стыд ощущать будете, когда придут. Я сказал счастью. Счастью люди. Видишь, он как кротко говорит. Счастью это стыдие. На самом деле волной пойдет на вас со всех сторон. А сейчас только частичку показываю. И то вам стыдно. Так что приготовьтесь. Все, теперь понятно. Да. Да, то есть я это частичка, а с македонянами это уже тогда сюда не берешься. Да, потому что делегация, куча навалится. То есть я-то ваш знакомый, вы как бы меня еще можете как-то там огорчить. А уж при македоньянах-то все понятно. Теперь все, благодарю. Второе Коринфянам 9.5 Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. Толкование. Дабы мне показалось, будто противоречит сказанному выше, для меня излишнее писать вам. Между тем, как теперь опять говорит о том же, рассуждает уже о щедрости и о совершении дела с радушием. Для чего, говорит, и послал я братьев, побуждая к двум противоположным делам, именно чтобы подали в изобилии и с радушием. Весьма мудро переходит к тому и другому. Ибо сначала говорит о радушии при покаянии, а потом о другом счастье. Подаяние, говорит, есть благословение, ибо никто не дает благословение с огорчением. Показывает и плод непосредственно из всего произрастающий. Подающие исполняются благословения. Впрочем, и этим не ограничился, но присовокупил, а не как побор. Не думайте, говорит, будто берем это у вас из корыстолюбия. Напротив, желаем доставить вам благословение. Итак, подающий милостыню по принуждению, как бы заражен корыстолюбием. Вот, даже подающий, но недоброохотно, уже у него вот это и зараза корыстолюбия проникла в него. Написано, ибо доброохотно дающего любит Бог. Ну, а человек подает, но со скрипом. Уже и даже такого и брать не хочется. Если нужна какая-то. Вот. Второе, Коринфянам 9,6. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Толкование. Переходит к другой статье, что нужно подавать щедростью. И говорит, при всем скажу, то есть присовокупляет сказанному, что не должно подавать бережливостью. Не сказал скупо, но употребил благороднейшее наименование бережливости. На мое же дело назвал сеянием, чтобы ты тотчас обратил взор на воздаяние и понял, что больше получаешь, нежели даешь. После речи о подаянии с щедростью опять напоминает о подаянии с радушием. Это показывает, как и выше сказано слова, сеет щедро. Мне все понятно, я это испытал, слава Богу. Второе послание Коринфянам 9.7 Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Толкование. Поэтому, как истинный учитель хочет, чтобы ученики его, делая что-нибудь, делали то так, как требует добродетель. И притом добровольно, чтобы и награда им была полная. Ибо сделанное по принуждению теряет всякую награду. Поэтому, говорит, каждый подавай по расположению, а не с огорчением и не с принуждением. Приводит и свидетельство из Соломона. Хотя в изречении Премудрого говорится о щедрости, но он относит оно и к подаянию с радушием. Или, если хочешь, к той и другой вместе. Вопросы. Пока все понятно. По крайней мере, мне не знаю, как другим. Второе Коринфянам 9.8. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Толкование. Этими словами опровергает умствование, которое имеют многие, когда говорят, если подам много, то боюсь, чтобы самому не сделаться бедным. Бог говорит, может обогатить вас столько, что с избытком можете совершить всякую благодать, то есть всякую милостыню. Итак, подавайте щедро, чтобы милостыня ваша всегда и всегда приумножалась. Видишь ли, не богатство просит им, но довольство. Говоря же это, показывает, что не принуждает и не преневоливает их подавать от недостатка, чтобы потом не имели довольства. Говоря, вместе с тем, научая, как должно пользоваться дарами Божьими, говорит, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. В благах телесных, говорит, желаю вам довольства, а в благах духовных, ибо это значит слово всякое доброе дело, избытка, чтобы не только с избытком были милосердны, но чтобы усердно делали всякое богоугодное дело. Вопросы? Игнать Ильич, может что-то расширить, добавить? Расширить что? Расширить надо желание делать это, чтобы всегда были средства, которые уделены на дело Божие, и ими не пользоваться. Иногда разговариваешь, говорит, ты откладывал десятину, откладывал где она? Да тут у меня дела такие были, я истратил, я потом возьму. Да как ты мог быть без разрешения Божьего? У тебя прямого ответа от Бога не было? Как ты? Денег нет, сберкастся рядом, ну я в трубу залез или в окно, а ты к Богу в карман залез, или в руку его, без разрешения. Что посвящено Богу, и ты дома хранишь, а у тебя свои остатки есть. Златоуст говорит, положи рядом. Ангел хранит десятину Божью, он сохранит попутно и твое. Это так хорошо звучит. Так что здесь настолько понятно, делать надо. И когда делает человек, заботится, когда, ну у нас батюшка сколько раз объявлял, там сгорел храм, он получил благодарность с Томска, у Михаила Фаста сгорел, в Белоруссии там отца Петра какого-то, мы его не знаем. Мигом собрали и все. И люди довольны, и поехали, сколько они машин собрали в Донецкую область, Луганск, антрацит город. То есть у нас насчет этого люди-то очень такие подобрались, бабушки одни, а жертвуют-то поскольку. Я все вспоминаю, библейское общество было, ну тут несчастная милость, и не можно побудить людей. Ну мало людей, это и все время шестизначные цифры. А это уже, ну можно сказать, поправится. Это все зависит от расположения. И об этом надо постоянно говорить. Ты жалеешь, внезапно сейчас какая девальвация, перемена фунта стерлинга, все полетело к ветормашками, как тогда деньги меняли. И все пропало. На свалку мешками выбрасывали люди. А бедный он не страдает. Если, Ян Затаус говорит, с одного места в другое переезжает богач, он нанимает стражников. С сундуки заковываются в цепи. Иногда, говорит, убегает вместе с цепями, с сундуками, со стражниками. А если хочешь отправить на небо, прислушайся, ты садишься за стол, патриарх Геннадий говорит. А под окном шумит человек, голодный, второй день в рот не брал крошки. Лежит под забором, под него вода подтекает. Социальной службы не было. Пенсии не было. А ты спокойно ложишься спать. Вот Иов об этом как раз говорит. Сегодня помогать-то не знаешь кому. Они там прощелыги разные около церкви собираются, догуляют. Подсчитали, ну сейчас я не знаю по сколько-то, но тысяч по 15 каждый день собирает. Даже невероятно. А откуда тысячи-то? Когда пенсия такая минимальная, как прошиточный минимум. Надо смотреть, кому подать. Вот у нас в книге к истинному православию говорится о милостыне. Написано, да Бог разберется, ты только подавай. Это неправда. Житие святого Нифонта показывает. Там какой-то сидел, играл на гармошке, а ему бросили. Он людей там тешит. Бросил, и в ту же минуту он увидел, как эта денежка оказалась в аду в лапах сатаны. И ты за это отвечать будешь. За то, что подал. А кому подать? Возле церкви просить никому не разрешается. Это канон запрещает. А священники этого не видят и не знают. Он боится их. А кто? Епископ должен рассмотреть. И дается мирная грамота. Мирная. И тогда он с собой грамоту берет, как сейчас по закону Яровой Ирины. Так что можно нам проповедовать или нет. И покажет. Его трогать нельзя. Ему можно давать. Не просто куда попало. Разбирает социальное положение. Дети. Мужа потеряла, может быть. Сегодня ничего этого нет. У нас почему около храма не стоит ни один человек? Никто. А если явится? Мы сразу разберемся с ним. Почему он здесь? Что он нуждается? Когда он сделал? Когда у него дом сгорел? Я говорю о конкретных событиях. Какие у нас были? Это не просто так. Это надо работать с людьми. А человеку, которому ты помог, ему легче тогда и проповедовать. А скажи, что ты мне говоришь на голодный желудок? Сначала накорми. А потом говори. Ну это... Я уже беру Засаевского, братья Карамазову. Это Антихрист будет это делать. Вот и все. Второе коринфянам 9.9 Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. Толкование. Выше сказал, изобилуйте. Подтверждение сего приводит свидетельство из пророка. Расточил, ибо слово это указывает на щедрость и избыток. И хотя поданного нет уже более, но правда, то есть человеколюбие, называют его так потому, что оно оправдывает человека и разрешает грехи, пребывает вечно и здесь, и там. Вот почему милостивый бывает любим всеми, а потомки его бывают любимы грядущими племенами. Вопросы? Так, ну вот здесь немножко непонятно. То есть был человек милостивый и его потомки. То есть это милостивость, что ли, по наследству передается? Вот недавно смотрели фильм. Игнать Тихонович, как он человек-то милостивый творил, судили которого? А, Сибиряков, Сибиряков, Иннокентий. Сибиряков и Иннокентий, да. Вот у него отец был такой же, и он, сын такой же. Его в дурдом хотели отправить за это. Все раздавал, направо и налево. И особо, говорят, не разбирался. Миллионами там по-согласскими. Да разве может здравый момент человек такое делать? И вот здесь тоже толковательно нам говорят, что правда его, пребывает вовек, который стоит с человеколюбия, называет его так потому, что оно оправдывает человека и разрешает грехи. Пребывает вечно и здесь, и там. И далее. Вот почему милостивый бывает любим всеми, а потомки его бывают любимы грядущими племенами. Как бы такая мысль напрашивается, что вот это вот, ну, передается по наследству вот это вот желание быть милостивым. Так ли я понимаю или нет? Я опять же обращусь к личному опыту. У меня дедушка был очень милостивый. Бабушка как-то так, она больше заботилась о детях. А дед такой был, вот как этот Иннокентий Сибиряков, всех приглашал. И через их дорогу, это поселок Карповский, Тюменцевский район, Алтайского края, Щенарек Егор Лорионович, он, ну, я не знаю, где он познакомился, и через него шла дорога, из Казахстана проезжали. Это же не близкий путь. И они у всех ночевали казахи, а для русских-то это не христи. Какие они там, ну, совсем не такого вида. А он ничего не разбирался. Они у него были, спали там, запшивленные какие. Он все за ними, как говорится, прибирал. Однажды ему случилось ехать по какому-то аулу, он поехал туда. Его узнали. Они по-своему там загоргатали, его с телеги стащили, и на руках через здесь аул понесли. Это тот самый, о котором мы говорили вам. Я вот на практике это знаю. С мусульманами? А это мусульмане. Был это здесь такой тайгинцев, Петр Ефимович, у баптистов он приспитером был, приезжал с Павлодара, рассказывал. Сосали, когда тут еврейка была одна, говорит. И я ей помог. Я, говорит, дожность такую имел, мог помочь ей. Так поехал, когда узнал, а они за ним следили. Не знаю, в каком городе, говорит, да какой, говорит, они мне честь оказали. Все достали, что надо было. Это народы такие, которых учат быть благодарными. А это сын того-то, сын того. Он помогал. Они готовы все отдать ему. А для людей евреи обобрали. Не все такие евреи. Есть такие, которые помогают. Но из таких, тот, кому помогают, ты сам знаешь, кто книги издавал, кому помогали. Вот Бог какой сильный. Вот о чем здесь говорится. А потомках-то все равно непонятно-то. Потомки-то при чем? Ну да. Да ни при чем. Бог располагает так. Потомки. То есть не я это делал. Делал мой отец. Но я приехал в ту местность, и мне оказывают честь. Потому что, о, это отца-то уже нету. Они не могут вас сдать добром. Так они на потомков. Почему? Когда я на память за видом прощался, то они друг другу поклялись вспомнить о потомках. И он тогда погиб на память, а он теперь мимфевосфея, всех этих горбатых, хромых, всех кормил, Давид с собой за столом держал. В том. Это всегда во всех народах было так. Все, понятно. То есть они отца уже не могут отблагодарить, хотя бы отблагодарить сына. Ну, а этот Акусий-то сказал, Давид говорит, ты приходи, он говорит, могу ли я развлечить пищу? Могу ли я правильно понять, там девицы, певицы, которые поют? Пусть мой сын тогда идет. И он сказал, пускай идет тогда, за столом сидит. В знак благодарности, что он когда-то ему помог. Теперь понятно, благодарю. Так, и вот тогда еще один вопрос. Так, Сережа, я хотел добавить к этому интересный момент. Коммунисты пришли, чтобы разрушить все церкви, религии. Но Ленин сделал подписку. Если человек оказал в чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайно трудные для партии, чрезвычайно помог, то ему, будучи большевиком-коммунистом, разрешить ходить в церковь, если он верующий. Разрешить и не притеснять. Ну, потом-то все равно, может быть, подобрали. Даже он. И то разрешение особое за то, что так помог. Так, и вот здесь вот мысль такая утолковательная, что правда его пребывает вовек. То есть человек милостивый, это милостивие, разрешает его грехи. Да. Вот это вот не совсем. Ну, грехи-то упрощает Бог. То есть можно же быть милостивым и при этом быть грешным. Это что видно? Вот. А здесь прям, говорит, милостивие разрешает грехи. То есть не совсем, как бы, ну, понятно. Иди посадь. Милостивый вор, понятно, что он в раю не окажется. То есть он наворовал и творит милостивие и недворованную денег. И Писание говорит, что не приноси в храм плату цену пса и цену блудницы. Она блудом заработала, он принадлежит и теперь храму строит. Сережа, ты начинай более ранний период брать. Милостивие разрешает от каких грехов? Грехи смывает только кровь Иисуса Христа. Но вот, когда явился ангел Корнилию, 10 глава Деяния Апостолов, говорит, милостивие, твои молитвы, пришли перед Богом. Милостивие твои, которые ты делал-то. То есть он еще не знает Христа, но уже это сдвигает его с места, к нему Бог посылает ангела, Петр его ждет там видение ему, за что милостивие твои пришли перед Богом. А вспомни у Иова, как он был поражен проказом, все потерял, а потом Бог вдвойне ему вернул. Он говорит, стада мои ходят по холмам, но шерстью одевается все больные, хромые, как только они приходят. Вот это милостивие, она является живой, говорит, помогал тому, другому, говорит, и они примут вас в обители. В обители. Господь говорит об этом. Они ходатайми, кому ты помог. Он грешный, да, он грешный. Вот он еще Бога не знает, и на пути у него грехи, но милостивие разбивает это. И вот тогда Господь приводит к покаянию уже через крест Христов. Все, теперь понятно мне. То есть, да. То есть, она разрешает его от будущих грехов, которые он бы сделал, если бы не был милостивым. А раз он милостивый, Господь и к нему посылает ангелов, пророков, там, и человек обращается. Но милостыни разные люди делают. Но бывают люди, вот допустим, Феофил, он все время плакал, и у него прозвище Феофил плачливый. Плачливый, он сосуд плакал там. А был такой патриарх Иоанн, он милостивый называется. И он выходил и сидел у монастыря, когда уже ушел в монастырь, и горевал горько, говорит, совсем меня Бог оставил, никого сегодня нет. Как нет? У тебя, смотри, полный двор, да разве это так? В основном, ему заходило в день 3000 человек кормили. Вот какой он вошел в жития святых Иоанн Милостивый. Иоанн Златоуст, Василий Великий, а это милостивый. Это очень много значит. Я даже слышал такой рассказ, были два брата, это реальный рассказ такой, и они, ну имели деньжонки-то, и они все строили разные там эти приюты и детей набирали. Сначала там 10 детей, как приемная, потом отдельно стали, как вот форпост, там, где теперь Лонгин, Михаил Жар был смещенник-то. И, когда пришла советская власть, помещиков всех громили, а до них все вышли там и стали говорить, кто они такие. И получил указ там из губернии, чтобы ему во время всеобщего грабежа, грабь награбленный, Ленин сказал, его не трогать, и наоборот, ему, чтобы советская власть помогла. У него в это время у братьев около 300 детей было. Вот милостыня от ада спасает, от смерти спасает. Это очень и очень важно. И поэтому в 9 томе Деяния апостола Златоуст толкует, мертвому ничто не поможет, а молятся все неопределенно. Милостыня за него подаваема, единственное, что может помочь. И поэтому не лишай милостыни умерших, в Писании говорит. Серах говорит, не лишай. Так. Но, как, еще же такое, по-моему, вы говорили, что за гробом нет покаяния, и человек получает, соответственно, тому, тому, что, живя в теле, и уже участь его определенная и наша молитва и милостыня уже никак на его судьбу не повлияет. Если он грешник, если он прописан, а то получается, что учение об индульгенциях, как бы, вот, и вторая Маковецкая, вот я читал сегодня там тоже. Прям читаешь, да, и кажется, что да, можно милостыня этого человека перебросить, и священники, они и так говорят, подавайте, подавайте, заказывайте, саракаусты, и все, 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 и бабушки наши несут свои последние деньги туда, и плохо это или хорошо? Вот вопрос. Милостыня всегда хороша, ему ты не поможешь, но и себя ты не огорчишь. Ты просто подавай милостыня, а не то, что вытащить из ада, никто не вытащит, там переходимая пропасть, Евангелие от Лухи, 16 глава. Мы об этом, говорит, и не говорим, но что она оказывает помощь, а не говорит даже кому, и так понятно. В первую очередь, помогает тому, кто помогает. Ну вот, еще вот, 45 стих, 2 Маковейская, 12 глава, там прям вот, как бы конкретно, вот об индульгенции, прям намек такой, но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда, какая святая и благочестивая мысль, посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешаться от греха. Прям вот. Ну а разрешились или нет, тут не надо удивляться, ты считай, до конца считай. У него была благочестивая мысль, хорошие были люди, а тут приносили жертву, они с этим ушли. Нигде дальше не видим, какой результат. Но мысль была благочестивая, это проявление любви, а пользы никакой. Ну, он же верил, что есть польза и как бы... Ну ты сейчас там сказал, бабушки верят-то. И он верил в этом. Шли сражаться под хитонами, идолом жертву были, идолов там взяли. И он говорит благочестивая мысль, ну как это, добро или нет, хоть вытащите задочек, когда... А результата-то никакого нету и больше нигде не встречается. У него просто это благочестивая, добрая мысль. Никакой индульгенции нет, никого не вытащил. Ну бабушкам-то надо говорить, что ты никого не вытащишь, если пусть несут свои последние кровь кровные. Их-то так-то, с другой стороны, их обманывают, священники-то, если никакой пользы нету. А они не говорят, что вытащат. Индульгенция совета. А священник вообще неопределенно. Он кодилом машет, дым пускает, они... Скажи, батюшка, помогло, да Бог его знает. Ни один священник ничего утверждать не может. То есть, велами по воде. Но человек, который подает, он утешается маленько. Я что-то сделал, как положено. А на самом деле сделали все, как не положено. Идем дальше. Второе коринфянам 9.10. Дающий же семя, севящему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Полкование. Этими словами просит им и плотских, и духовных благ, и подтверждает слово свое наглядным примером земледелия. Ибо если засевающим землю Бог подает семя и питающим тело доставляет пищу, то тем более возделывающим небо и питающим души. В словах «Да подаст обилие посеянному вами» говорит о чувственном богатстве, которое, чтобы сделалось сеянием духовным, советует подавать бедным. Ибо через это возрастает в нас всякое доброе дело и обилие правды. Почему и говорит «И умножит плоды правды вашей». Заметь здесь, что Он вводит Бога дающим нам не суетные наслаждения, но пищу, ибо говорит и хлеб в пищу, тоже находится у Исаии. Смотри, Исаия 55-10. Понятно. Вопросы есть? Нет. А к десяти этот стиль к десяти не имеет отношения или нет? Или к милости не исключительно? Вы понимаете, вот я думаю, не имеет. Вот десятина, она у всех одна. Все 10%, все в равных условиях. А вот милостыня, ты можешь 10% давать, 20, 30, 40, 50, 9-10. Здесь мы не в равных условиях. И здесь нам говорит, что дающий же семя, сеющий хлеб, подаст обилие посеянному вами, умножит плоды правды вашей. Вот. То есть я думаю не о десятине, здесь речь идет о милостыне. Десятина это все ты 10%, я 10%. А вот вдова принесла в храм, она говорит, больше всех положила. Там десятина была. Да нет, конечно, не десятина, милостыня. Десятина это она бы все не положила. Она бы положила десятую часть. Потому что невозможно отдавая десятину положить все. Правильно? 90% то у тебя останется как все. А если все, тогда это уже она там может быть и десятина, и милостыня, там разные были ящики, там непонятно сейчас. Сергей, а почему Господь говорит, хотя бы в этом испытайте меня? Хотя бы в этом за десятину хотя бы в этом испытайте меня? А потому что не давали десятину не все давали вернее. Вот он этим и побуждает. И начни давать и увидишь. Нет, это я понимаю, я даю это я понимаю. Значит как сказать-то даже не знаю как сказать-то Сережа, разреши я ему отвечу. Разрешаю. Когда люди работают, то у них подоходный налог. И эти деньги, подоходный налог, к нам в руки их не дают. Они там отчисляются на государство, на бюджетников, там учителей, куда пойдут. А я работаю на стройке, меня всю жизнь высчитывали. Но могли отдавать. Отдали бы в руки и сказали отнеси в такой-то трест, там где учителям министерства образования. То есть это можно испытаться. То поверьте, зная, что это подоходный налог, многие бы получав, получив в руки, не понесли бы и истратили на себя. Бог дает десятина, она не наша, про ней не надо говорить, она дана только для передачи, а здесь умножит плоды правды вашей. А в десятине-то нет правды никакой нашей, она просто ему принадлежит. И поэтому Бог говорит, вы весь народ не один, как Сергей сказал, некоторые, не некоторые, весь народ обкрадывайте меня. Весь народ не платил. И поэтому они названы как святотатцы. Вы меня обкрадывайте, Бог говорит. Это мои деньги я вам дал отнести священнику. Вот и ответ весь. Умножит плоды правды вашей. Сколько ты отдашь? Вот столько щедро сеешь, щедро пожрешь. Это не десятина, десятина-то она не наша. Что я сею-то? Мне только передать сказали. Потому что воздух Бог вложил капитал в воздух, в мое рождение, в землю. Это не мое, тело мое дал, мозги, глаза, уши. Это все Божье. Но когда мы берем машину в прокат, мы платим даже за лыжи. Вот здесь об этом и говорится. Возьмите Бога соратники себе. И он говорит, ладно, я все дал, вам сто процентов не наше. Наша только где-то мы с горбателем что-то сделали на один процент. А все остальное Божье. Но Бог говорит, десятина моя. Он пошел на это, а остальное ваше. А человек и тут умудряется своровать. А здесь именно милостыни говорится. Милостыни, потому что множат плоды правды вашей. А в десятине это правды никакой и нету. Просто она нам не принадлежит, о ней разговаривать не надо. Вот и все. У меня вопрос, здравствуйте. Скажите, милость делать надо тайно, чтобы никто не знал, не видел, или же это надо как-то показывать это явно, чтобы другие видели и учились в этом? О чем речь -то? Ну, Господь повелевал тайно делать милостыню. Ну, делай тайно, если есть возможность. Около церкви ты идешь, просит допустим кто-то, ты не подаешь, никто тебя не спрашивает. Делают сбор сейчас определенный, где-то большая беда была, попали в аварию, вот у нас сообщили, остался священник, погибла у него матушка, там, ребятишки, у нас сразу сделали сбор. А как тайно сделать-то? Тогда где-то каждый за углом они подавали и выхвалялись, вот как эти там написаны, кто миллиардеры эти на храме Христа Спасителя. Главные грабители имена свои запечатлели. Зачем им это, когда они не верят? Они лицемеры. Тайно значит, делать тайно, но надо делать все благоразумно, а кого? Больше всего заботча семейных, а другой, а я оторвал от них, а как ты мог оторвать? От кого? От детей своих? Ну, ты согласи их должен иметь. Чего-то они не доберут, где-то вовремя обувь не сменишь. Все должно быть благоразумно, не так, чтобы одним было избыток, а другим в тягость. Священники на больших машинах ездят, не все ездят, у другого велосипеда нету, особенно сельский, крышу перекрыть не на что. Не надо под одного всех ровнять-то. Вот и все, отошел. Благодарим. Сергей, можно еще секундочку? А вот человек платит десятину, перед Богом ничего он хорошего не делает, отдает Богу Божье, то есть не свое, все правильно. Ну, а Господь сказал, что меня проверьте в этом, и не залью ли, я не открою там, как написано, небо, и не залью ли на вас с избытком. то есть как бы зачем как бы проверять, но Господь реально дает, я вот, я по себе знаю, что вот платя десятину, я реально ощущаю, что мне Господь помогает, то есть хотя я как бы ему даю просто его, то есть ничего перед ним благого не творю, но он все равно мне дает, то есть вот этого не понимаю, значит, зачем он говорит, чтобы не залью ли на вас с избытком. Да он говорит тем, кто не дает, тебе это не касается уже, а вот те, были люди, которые не давали, он говорит, да вы хоть, ну вы, он их как бы упрашивает. Ну я понял, как детей, я понял. Понимаешь, не воруйте у меня, и я вам не только все прощу, я вам, перестаньте меня обкрадывать, и вы увидите, как я вас люблю. Ну теперь понял. Спасибо, Христос. То есть он даже на это глазал, вы воруете, меня обкрадываете, ну проклятие вы проклято, он их пугает, все, ну перестаньте уже в конце концов, вы испытаете меня, то есть он не хочет, чтобы его обкрадывал, тем более народ Божий, тем более весь народ. Потом, правда, мы в Новом Завете считаем, что даже те, которые платили десятину, но оставили суд милости и веры, и Господь говорит, сие надлежало делать, и того не оставлять, то есть они платили десятину, хорошие люди были, начали платить, все-таки, это, но суд милости и веру оставили. Божий, хочешь сказать? давай, давай, Володя. У меня такой вопрос, один человек, который противник десятины, он говорит, вот вы десятину-то платите, а Бог-то со своей стороны не исполняет, то, что он обещал-то, он говорит, вас, говорит, не будет пожирать, то есть наше вот эти произрастания, картошка, например, а жуки вас поедают картошку, так значит, что Бог не исполняет? исполняет, они только ботву съели, а картошки накопали полно и другим досталось, мы только в лагере накопали, в лагере 1400 ведер, один год, вот тебе и жуки, да, а те, кто к нищике не давал, у тех и до картошки добрали, он два накиевает, не знаю, поэтому вот тут, да, так, ну чё, идём дальше, 2 Коринфянам 9.11 Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Толкование снова показывает, как должно пользоваться богатством, и говорит, что не должно зарывать его в землю, но иметь на всякую щедрость, то есть делиться им щедро. Но так, как многие находят щедрость в блудницах и лицедеях, то говорит, я разумею ту щедрость, которая приносит Богу благодарение, и не только благодарение, но многое другое, о чём говорит далее, чтобы, показав многие добрые последствия щедрости, сделать их более усердными к ней. вот, вопросы, то есть щедрость должна производить благодарение Богу, Даже вот у нас, если ты какое-то благодеяние оказал человеку, у нас принято не просто говорить «Спаси Бог», а «Спаси Христос». То есть ты желаешь человеку, который тебе оказал милость, спасение души. То есть он тебе материально, а ты ему духовное желаешь спасения. И когда, например, люди благодарят, он говорит «Во славу Божию». То есть «Спаси Христос», говорит «Во славу Божию». То есть «Бога благодаря», я-то здесь ничего, это «Бог меня таким сделал щедрым». Поэтому и Бог через это, через милостыню хочет прославиться. И это правильно. И мы, подавая милостыню, ну, нужно смотреть, поблагодарит этот человек Бога. А то, может, он даже и тебя не поблагодарит. Были и есть такие неблагодарные. Бог благ и неблагодарный, может, мне такое, мне не сделаются благодарными. Идем дальше или что-то еще есть? Вопросы есть? Игнать Тихонович, есть что сказать? Да нечего дать. Все отдали. Все отдали, да. Второе колесо нам 9-12-4. Это у Тургенева маленький рассказик такой есть. Я, говорит, пошел, лежу нищий, протягивает руку. Я в карман, оказывается, костюм не тот надел. Но решил, платочник отдал. Посмотрел, вот платочника нет. Я взял его за руку и говорит «Прости, брат, ничего нету». Он говорит «Благодарю, спаси тебя, Христос». Это, говорит, тоже даяние. Тоже даяние. А другой рассказ, у него коротенькие рассказы такие. Он раздавал, и, наконец, оказалось, ничего нету. Устал утром, ничего в доме нету. Ну, как-то до вечера затерпел, а на завтра вышел. Вышел, а просить боится. Стыдно, он давал. И вдруг голос Дази говорит «Но тебе стыдно?» Он говорит «Да». А как те люди принимали от тебя? А если бы не было нищих на комбу, показал твою доброту. Поэтому на тебе другие покажут свою доброту. Он оглянулся, никого нету. И он тогда протянул руку, посиневшую, дрожащую. И первый человек дал ему пятачок. И вкусный хлеб показался ему. Иван Сергеевич Тургенев пишет. Вот тебе, пожалуйста. 2 Коринфянам 9 глава 12 по 14 стихи. Ибо дело служения сего не только восполняет скуды святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Толкование. Дело служения сего, говорит, то есть помощь имениям делает многое, ибо не только восполняет нужду братья, но и избыточествует, то есть доставляет им более нужного. И много благодарений вызывает служение это и свидетельство о служении человеколюбия. Они прославляют Бога за то, что вы так покорны Евангелию, что исполняете повеление Его щедростью, ибо Евангелие учит милостями. И иначе прославляют они Бога за простоту и доброту вашу, изливаемые не только к ним, но и ко всем верным бедным. Ибо они не завидуют, подобно другим нищим, но благодаря, что подаете и другим, что служит признаком великой добродетели их. Поэтому столь независливым и столь добродетельным должно подавать с большей щедростью. Кроме того, еще молятся о вас, как бы удостоятся видеть вас не ради имений, но ради благодати Божией с изобилием данной вам. Опять дело милостыни называют благодатью, предписывая все Богу, чтобы они не возгордились. Главами преизбыточествующую благодать Божию побуждает их сделать щедрость свою более обильной, чтобы не превзошли и не победили их другие. Комментарий Игнатия Лапкина. Какие похвалы благочестию! Чего лишилось православие, заменив благовестие богослужением на непонятном языке? 2 Коринфянам 9.15 Благодарение Богу за неизвещенный дар Его. Толкование. Даром называет благо, бывающее от милостыни, как подающим, так и принимающим. Или напоминает о благах, которых мы удостоились через воплощение Христа. Говоря, как бы так, не думайте, что вы делаете великое дело. Благо, полученное нами от Бога, неизреченны. Что же великого в том, что мы подаем малое и бренное? Да, как в другом месте написано. Мы посеяли у вас духовное, великое ли то, что пожнем от вас телесное? Тут даже сравнивать неуместно. Духовное – это вечное, а это все день-день временное, где молит ржа. Поэтому собирайте сокровища ваше на небесах. Там будет и сердце ваше. Вопросы? 2 Коринфянам 10.1 «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Кончив речь о милостыне, теперь начинает говорить со строгостью против лжеапостолов и порисавших его как скудного умом и безрассудно хвастливого и намеревается отстаивать себя, быв вынужден к всему, чтобы не потеряла уважение проповедь. Павел указывает и на дела свои, и на данную Богом благодать. Поэтому тот не погрешит, кто назовет это послание похвальным словом Павлу». Начальные слова, направленные против тех, кои называли его бессильным и самохвалом, содержат как бы такой смысл. «Прошу вас сам я, Павел, учитель вселенной». Ибо слова «я же, Павел» означают достоинство и выражают как бы следующее. «Вот, я сам, Павел, говорю вам и прошу вас, чтобы не заставили меня, порицатели мои, употребить власть мою против них». Много значит и то, что апостол просит, а он еще вводит посредством кротость Христову, говоря как бы так. «Устыдитесь кротости Христовой, которой умоляю вас». Вместе с тем показывает, почему щадит их, именно подражая снисхождению Спасителя Христа, а не потому, чтобы не имел силы. Итак, не вынуждайте меня отступить от кротости, которую до того люблю, что представляю и вам в посредничество, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен. «Или говорит иронически, пользуясь словами порицавших его, ибо они говорили, что когда лично бывает у них, то не стоит никакого уважения, напротив, малозначителен, достоин презрения, а когда находится в отсутствии от них, то надмевается, ведет себя величаво и угрожает». «Или истинно говорил о себе, что он, когда находился у них, бывает смирен и круток, и если говорить теперь с важностью, то делает это не по высокоумию, но по надежде на них». «Вопросы» 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 «Искивали, подыскивались под него, ему приходится писать Коринфянам вот такие вот письма. Так, ну, давайте продолжим. Второй стих еще прочтем. Второй Коринфянам 10, 2. «Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думают употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти». Толкование. «Прошу», — говорит, «не вынуждайте меня сильно пользоваться моей силой, ибо словом смелость называет силу свою, которую думаю употребить, то есть в которую предполагаю, думаю или намереваюсь, так как меня вынуждают к тому, чтобы употребить против клевещущих, будто мы лицемеры и хвостуны, ибо это значит слова, что мы поступаем по плоти». Заметь, что смелостью называет намерение ответить некоторым, хотя намеревался сделать это не за себя, но за проповедь. Но учителю более свойственно быть медленным в наказании, нежели тот час же прибегать к ним». Ну вот, вчера как раз к месту смотрели ролик. Игнать Тихонович просил молиться о человеке, который хочет привести покаяние. До этого он леветал везде, нападал, там кусал Игнать Тихоновича, всячески его радовался, куда лагерь разогнал наш православный Роспортепнозор. И вот здесь лёжа приносит покаяние. Даже смешно. Покаяние обычно он стоя на коленях приносит, там глаза опустили. А тут почитал комментарии, посмотрел, что мы там с Игорем пообсуждали, конечно. Да. И вот Игнать Тихоновичу волю него приходится, страдает же проповедь-то. Игнать Тихонович, что он-то сам-то и готов просить, и всё. И проповедь от этого страдает-то. Вот ещё что. Многие говорят, «Вам, вам, вам надо быть помягче с другими, и из-за этого тогда больше приобретёте». Ну вот, прямо знатоки, как приобретение душ, прям вообще. И здесь на Павла тоже. Он в полной пишет, «Ну я, Павел, я родил вас во Христе Иисусе». И здесь такая община, все через Игнать Тихоновича через занятия пришли. 70 человек. Ну покажите хоть 10-20. Ничего нету, только вот учат, судят. И уже без этого они, видать, не могут жить. Прям смотришь, и ты уже Господи, помилуй. Час прошёл у нас, и у кого вопросы за это время накопились по Евангелию или так, у кого что, пожалуйста, можете задавать. Есть вопросы? Нет. 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 вопросов. Жаль, конечно. Второе Коринфянам 10-3. Продолжаем тогда. Если у кого походу возникнет, задавайте. «Ибо мы, хотя во плоти, не по плоти воинству ем, толкование, то есть, хотя мы обложены плотью, но пользуемся не плотским оружием, рассуждает о проповеди, показывая, что она не человеческое дело, и не имеет нужды в земной помощи. Когда же говорил воинствуем, то внушает такую мысль, мы ведем войну и вступили в брань». Комментарий Игнатия Лапкина. «Апостолы проповедь считают своей спутницей, наградой, матерью, рождающей чад. Там, где нет проповеди, ничего этого нет, а только сорняки и пустыня и скотомогильник». Может быть, непонятно, почему именно скотомогильник называется не кладбище, а именно какое место писания имеется ввиду здесь, Игнатия Иванович? Ну, 7-й Псалом, «Когда я не разумел, как скот был пред тобою». Второе место «Господь, говорит, пришел к погибшим в обцам Израиля». Ничего не надо думать. Погибшая, что, сдохла скотина, и она валяется. И вот такую дохлую скотину вывозят на одно место, как, и они закапывают даже, там, птица расхищает. Называется скотомогильник, не кладбище. И в церкви сегодня такое состояние, скотомогильник. Люди уходят, приходят, никто никого не знает, ничего нету. То есть, состояние никакое. Я сегодня сделал отзыв, фильм поставленный о старообрядцах, и фильмы эти, оказывается, не первый же фильм ставит Иларион Алфеев, митрополит, правая рука патриарха Кирилла. И он одет, и все это. И вот они там поют песни, песнопения церковная, ни одного слова не понятно, но по-старообрядчески. Шапка на нем старообрядческая, как его одевают, а время идет. И он говорит, когда был раскол, слово, Библия, Евангелие, ни разу не было помянуто, ни разу. Выступает Качоп Андрей, говорит там о сектантах, ни одного места писания не приводит, но говорит, вот поступило письмо, она говорит, у меня брат ушел туда. И в письме пишет женщина и три места писания. Вопрос, в вопросе места писания. Он их зачитал, а отвечает опять же не по писанию. То есть Библия вообще неизвестна. Говорят много, речь поставленная так, ну, и вообще фильм до того красочно поставленный, а нету пустота. Мертвое. Все мертвое. Даже показывают одеяние девочке, и то на полголовой открытое. Даже поклониться не могут, то есть совершенно никто не учит. Но вот он один стоит и поет это он буква тянет, аминь сказать. Он пока аминь скажет, можешь пообедать и прийти к мягкому знаку. Но это по-старому было. Ну что старое-то? Ни Ника, ни Авакум, Библию в руки не взяли даже. Ну ты смотри, люди ничего не знают совершенно. А они приходят, им дали кладбище. Ну кто-то скотомогильник оказался. Посмотри фильм там такой. Заряди просто Алфея фильм, и там много фильмов. Вообще у Бога эти люди как будто никогда не были даже в прихожей. Ну что, средства есть, ставят фильм за фильмом, ни один человек не может покаяться. Он даже желал бы, он не может. Вера от слышания, от слышания не от фильмов Иларионовых, а от слышания от слова Божия. Бог так установил. Это Дух Божий говорит. Какой бы ты ни был умный, ты не можешь быть умнее Бога. Поэтому приводи места писания. С сатаной бороться надо, можно столько слов наговорить. А Христос 30-й ему дал, и все, на три вопроса три места из писания. И сатана отступил. Неверующая. Я сегодня даю ответ, завтра события огня засчитаю. Вот это горе просто, горе не великая. Второй каинфонам 10-4 Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение тверды. Ими не спровергаем замыслы. Полкование. То есть ни богатство, ни слава, ни сладкоречие, ни ласкательство, ни лицемерие, ибо таковы оружия плотские. Не сказал, но духовные, так, конечно, должно бы сказать в противоположность слову плотские, но сильные, намекая на то, что плотские оружия слабы и бессильны. Смотри несколько смотри, насколько он чужд гордости. Не сказал, мы сильны, но оружие сильные Богом. То есть Бог сделал их сильными. Поскольку были гонимы и мучимы, то, что казалось бы, свойственно слабости, то говорит, сильные Богом. Ибо через это особенно открывается сила Бога, и вон есть действующий и сражающийся, хотя оружие носим мы. В чем же сильные? В разрушении твердынь. А каких твердынь? Об этом говорит ниже. Этими оружиями, говорит, не излагаем мудрование эллинов и их гордость, или извлекаем их умы и души из заблуждения, которым они заражены и покоряем их истину. Так ум и надменность ариапагита отличены были от нечестия и покорены благочестием. Заметь, что не сказал употребляем стенобитное орудие, но просто разрушаем этим показывается легкость победы и сила оружия. Вопросы? Второй Коринфянам 10.5 И всякое превозношение восстающее против познания Божия и пленяем всякое помышление в повслушании Христу. Толкование продолжает иносказание, чтобы уяснить желаемое. Хотя бы говорит противостояло разуму Божию, то есть Евангелию, превозношение, то есть башня или крепость и это разрушаем. Слово пленение имеет двоякое значение. Оно означает и потерю свободы и совершенное пленение, после которого нельзя уже сопротивляться. Павел употребил здесь слово пленяем во втором значении. Не только говорит одолеваем и побеждаем всякое человеческое умствование, но и пленяем, что означает совершеннейшую победу. Далее, так как слово пленение тяжело, то говорит послушание Христу. То есть мы приводим в рабство Христа, которое дороже всякой свободы, покоряем Христу от погибели к спасению, от смерти к жизни. Вспомни о тех, которые сожгли волшебные книги свои в эфесе, и ты поймешь, как пленял Павел. Вопросы? Второй Коринфянам 10.6 И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Толкование. Здесь и Коринфян устрашает. Мы вас ожидаем, чтобы когда по наставлениям нашим исправитесь и прекратите общение с клеветниками, подвергнут наказанию только не из цельно страждущих. Наказание у нас готово, но так как вы имеете общение с ними, то не употребляем его пока, чтобы и вас не коснулся удар. Словами, когда ваше послушание исполнится, намекает на то, что хотя они и теперь послушны, однако несовершенно, вместе с тем грозно требуют, чтобы те и другие исправились, чтобы никто не подвергся наказанию. В нас сначала образуются мысли через борьбу худших с лучшими, а потом объявляются превозношения в честь одержавших победу, восстающие против познания Божия, так что приходят в состояние, называемое возбуждением иступлением, ибо мышленнее есть простое и непосредственное действие ума, более представляющее самые вещи, нежели доказательства. И в обольщенных весами есть, кажется, такие мысли, которые Павел и всякие вводящиеся духом его пленяют послушание Христу. Вопросы? Игнать Тихонович, какой-то заудренный может проповать? Пленяем чем? Проповедью, когда раскрывает. Ян Златоуст прямо показал, первым делом человек должен почувствовать страх Божий. И он говорит, Бог обещает человеку согрешающего муки вечные и обещает дары рай и ад. Расположил человека посредине. А что лучше содействует спасению? Он говорит, ад, конечно. Многие презрели бы обещания будущих благ, если свободны были бы от окружающей казни ада. пренебрегли бы но ад, огонь, нет уж лучше делать не буду. Вот как. А как только убрали это, значит преграда сорвана, ничего нет. И поэтому тут прямо определенно и щеткой говорит. Пленяем послушание через что? Через проповедь страха. И считаем 25 главу Евангелия от Матфея налево-направо Бог разводит то голоден мы накормили, напоили. И так пойдут в муку вечную, кто не поил, не кормил. посетили, не посещали, в ад пойдете. Некоторые на это говорили, я уже повторял это, что говорят, ну вот ты говоришь о твоих прихожанах смотри, пошли в пивнушку, пьют пиво сидят баварское. А он говорит, я не обещал, что всех сумел убедить. Ну не сумел 100 убедить, ну может быть 10, ну не 10, да хоть одного. Ну а если не одного, ну вы-то не ушли, уже награда будет. То есть никак не теряется. надо смотреть конкретно. А ты говорил, а никто не обратился. Ты слышал, как вот это, беседовали, на меня нападает. А у него ничего нету, у них ничего нет за душу. Я им неоднократно говорю, что они на меня не нападают. Я какой есть, я выхожу везде, говорю, свидетельствую, пишу. А вас-то нигде нету, ничего нету совершенно. И поэтому вы неуизбиваемые, почему? А вас нету. Вас нету, вы без имени. А меня исправляете, все пытаетесь исправлять. Как исправлять? Да был бы как, тогда бы не было противника у вас, вы бы что-то сделали. Но я был бы подобен вам, а вы ничего не сделали, то есть и так бы ничего не сделали. А меня обвиняют в неправославии. Я говорю, а сколько человек пришло? А этот говорит, тысячи. Доктор Богословия Бочков говорит, профессор, патриархийный. Через Игнатия тысячи людей пришли. Моего неправославия хватает, и все пришли в православие, патриархийное. А вы православные, нападаете, у вас ни одного нигде нету. Ни одного нету. Вы можете только убить, потому что вы тленные. Отвраз, я говорю, смрад идет. Зачем вам на меня нападать? Отстаньте от меня, чтобы Бог вас не поразил. Вот ответ. Он вышел. Но теперь только молиться будем. Я нигде по милю не поминаю, чтобы, не дай Бог, назад не вернулся. Такие пакости делали, лежа на спине лежат. Я извиняюсь. Да нет такого слова извиняния, рога в землю. Другого нету. Падает и просит, прости меня. Падала, умоляя, прости меня. Ты считай, в Библии как? И он умолял его. Умолял. А я что? Я ничего не имею, прощать меня. Я-то, конечно, сказал прощать, а прощать-то чего, когда я не имею? У меня работа. Они бьют в пустоту все время. Они бьют туда, где видят. А меня давно уже там нет. Я уже давно-давно на новом участке работаю. Этот уже участок обработан. Деревья выкорчеваны. Ну, хороший ролик получился. Отзывы отличные. Игнатий Тихонович. Ой. А вот у него как бы... Ну, я смотрел ролик. Ну, конечно, я не то, что сужу, но я как бы не видел, конечно, искреннего раскаяния в человеке. Но тогда я вообще не понимаю смысл того, что он приходил. Зачем он приходил тогда вообще? Он заболел. У них у всех, которые против меня воевали, воспаление мозга почти у всех. Они еще понять не могут. Вот они больные. Моложе меня на 20, на 30 лет и ни здоровья, ничего нет. Сам заболел, жена заболела, дети заболели. А я говорю, отстань от меня, пока Бог не поразил тебя совсем. Зачем вам это нужно? Ты иди работай, работай. Это мой участок, я на нем работаю. Зачем ты ко мне с туда камни кидаешь? Сорняки несешь языком. Я за вами не смотрю, нигде вообще не знаю, вы что делаете, нет. Но я вижу, что у вас ничего нету. Нету. И поэтому, как нападать, когда тебя нету, пустота. Притом, порощь это дело Божие, не мое. Конкретно, назови мои вины, он так и не мог. Мычал, мычал, и ничего не мог сказать. Я говорю, снова назови мои вины. В чем я виновен? Просить прощения. А вот я говорил, там ему грубо, что я должен был делать? Вы меня загрызаете, я по зубам вас ударил. Апостол Павел, как говорил на него, когда начал говорить, ты враг всякой правды, сын дьявола. И тут же ослепил его. Я еще ослепить вас не успел. Я говорю, отойди, а то один раз звякну, и четверо будете зубы собирать. Жена будет тебя кипятком отваживать. То есть сама болезнь заставила, да, его прийти? Ну, я еще буду говорить-то. Мне так сказали. Я спросил, болен? Да, болен. Он лежит, потому что не мог сидеть, не может. Он сидеть не мог. Двое, трое, четверо, и все лежат больные. Что мне доказывать-то? Таблеток ворох съели. А меня Бог бережет. Я ни одной таблетки за всю жизнь не съел. Почему? А я не думаю об этом. У меня веселая жизнь, радостная, голубей много. А они смотрят, как я голубей колю, нападают за это. А Сергей обречил, лицемеры. А что едите-то? Ну, куриц колите, колите. Ну, у меня голуби, 120 голубей, я могу прокормить только 20. Сотни, куда я должен девать? Это самая диетическая пища. Чистая, самая чистая. Я не ем, ну, убирать-то надо их. Селекцию проводить, выводить природу какую-то, породу новую. Что об этом говорить-то? Все сказано. Зависть, страшная зависть их заедает. Больше ничего нету. Христа предали из зависти, Иосифа продали из зависти. То-то и удивительно. Я им все по полочкам разложил. Семинария, Академия, ваши нужны только для одного. Чтоб вы могли оправдать любое безумие, любое беззаконие, любое нарушение канонов. Вы отвечать будете за паства, а не я. Люди-то ничего Бога не знают. Какой же ты священник-то? Я ему пример привел. Приехали там полторы тысячи населения, ездили мы в корабельниково-то. Два или четыре Евангелия на всю деревню нашли. А мы 450 новых заветов сразу раздали. А он только кричит, уходите, уходите. Как гадаринские. Свиньи-то утонули, они стали просить Христа, чтобы скорее ушел. Я говорю, вы как гадаринские? Ваш свинарник-то разворачивали здесь. На пол Алтайского края развоняли. 2 Коринфянам 10. Так, у меня вот вопрос. Вот он, апостол Павел пишет, и готовы наказать всякое непослушание. О каком наказании речь здесь идет? А какое послание? Послание кому идет? Коринфянам. Это третье послание. Первое потеряно было. И там люди были, которые не были еще наказаны. Видишь, какие дела? Пятая глава, он говорит. Я сказал, я выпускаю закон сейчас, все будете сидеть. Но ты-то зачем попадаешь? Я маленько закон этот придержу, пока он выйдет. Чтобы вы-то не попали. Я вас люблю. И поэтому, говорит, скорее замажьте все там. Перестаньте делать зло. Я тогда приду, буду наказывать других, но не вас. Он любит их, и закон как бы придержал. А закон-то в нем был. Ну, человек, который на машине где-то нарушал что-то, и закон сейчас выйдет, если скорость твоя была выше, такое ли за что-то штрафовать будут, а тебя предупредили, смотри, и ты заранее не делал это, чтобы наш закон-то не хлопнул тебя по башке. Вот смысл какой. Ваше полуслушание исполнится, вы мне напишите, я приду и наказывать некого. Нет, то, что наказание, понятно, вопрос непонятно, какое именно наказание мог он... Какое? Какое наказание? Я дам вам ответ. Житие святого Пахомия Великого. У него 11 тысяч монахов, а на той стороне реки живет его сестра, его родная сестра. Она настоятельница монастыря, 3 тысячи. И вот они работали там, виноград или что-то собирали. И подходит один мужчина и спрашивает, портной, а у вас там нужно что-нибудь решить? Она говорит, у нас тут свои портные есть. Женщина-то есть, специалисты. Говорит, ну ладно, извините, пошел, а другая видела. А женщина, они же извительные. Что-то она разобиделась на нее и говорит, а ты с мужиком-то разговаривал, ты настаятельности сказала. А дальше в начале прибавлять какая-то, видели ее под кустом. Та со страху-то испугалась и повесилась в монахиня-то. Испугалась и бросилась в реку. Он когда узнал, он их наказал. На семь лет весь монастырь запретил причащаться. Весь монастырь, три тысячи человек семь лет не причащались. Вот как. А почему митрополит Иона, канонизированный, святой, киевский, и он говорит, святые не показали пощаду и от нас ее не будет. Вот и весь ответ. Пощада. Тренировать надо. Какой он был изогнутый, пеля. А мать его водила и стал чемпионом мира. А почему? Как одна девочка получила какой-то приз, играла на пианино там где-то, ну и все хвалят, талант, талант. Она вот так показала ладонью, тыльной стороной по лбу провела и говорит, пять процентов у каждого есть, а остальное вот это вот. Работать надо. Трудиться надо. Легко прощать врагам. Мне некогда ими заниматься врагами. У меня работы сегодня даже пойти голубей покормить. Я только мог к двум часам вызвозбодиться. Столько вопросов, столько ответов. А они лежат им, они никому не нужны, они выброшены. Сергей парализован, и он нужен. Это он устроил встречу. С какой тонкостью подошел. 14 лет лежит человек и такой острый ум. Вот и ответ. А на ногах, на руках говорится, не язвы, еще не отходим, они еще не пригодны. Только друг друга угрызать. Аспиды. Сергей, хотелось бы добавить еще. Савченко, Виктор, я сейчас у Ольги, сестры, ее скайпа. Можно, да? А что, глазка-то нет? Покажись хотя, какой ты. Ну вот. Здесь я. Ну да, Голубь, покажи, дорогой. Ну вот, тебя видят. Хороший ты. Мир вам. Спасибо, Христос. Я смотрел эти два ролика, Игнат Тихонович, как Куратовский с вами беседует. Далее я вот так вот рассуждал. Он столько лет выходил на наших братьев и сестер и буквально старался их отравить. Да. Значит, конкретно на сестру Ольгу он старался выходить, но Ольга его никак отшила, так я буду говорить простым языком. Вышел он на мою супругу и стал ее отравить. Тогда у нее было такое состояние, что она переписывалась с ним. Я ей говорил не делай этого. Я один раз говорил. Это просто как, знаете, как сатана просто из-за океана. То есть, если он просит, ну, это прощение просит, это нельзя сказать, что он просил прощения. Извините, я вот был неправ. Какое же это прощение? Я ему сказал по канонам на 10-15 лет отучать убийцы. Я же сказал в конце. Да. И тогда должен просить прощения и у Жанны, и у всех тех, которых он травил. Это просто был сатана. Вот и все. Да, да. То есть, молиться надо. Я для чего это говорю? Я лично к нему никаких там неприязней не имею, но вот это вот был факт такой, что он отравил Иоанну. Она сейчас это осознает, что зачем это все надо было переписываться и все такое. Ну, что хочу добавить. И вопрос такой есть. Сейчас можно или потом в конце? Ну, какой в конце? Задавай, и все. Ни минуты раз. Деяние святых апостолов 2 глава 16 по 18 стихи, но я полностью не буду читать, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумлями будут. Ну, и далее, это апостол Петр приводит пророчество Иоиля, это относится к первому пришествию Христову, или к первому и ко второму. Я отвечал на это, как только это я услышал, что об этом речь была, у меня же ролик стоит на это, ты опоздал, найди, там уже отвечено все, меня упрекает, вы одно и то же десять раз повторяете, я говорю, так вопросы были, а выход слайти к прежним, я это ответил сразу же, как только этот ролик был, мы сидели здесь вот с Никитой, я уже это ответил, ответил на все вопросы, когда были, какие сновидения, куда они приводят, что это было, к каким временам, все эти вопросы там уже отвечены, так что посмотрите. А какой это ролик, дело в том, что я смотрю и не нахожу, где этот ответ. Ну как вот Никита приехал теперь, какие там были после этого, глянь, вы не находитесь, номер какой. У меня уже прям замечание, замечание, вы, говорят, одно и то же отвечаете, но люди-то разные приходят, ну отсылайте к материалам и все, мы пришли послушать что-то, а то мы и так знаем. Я вот вам когда отвечаю, то вы, ну, смотреть надо, я это уже ответил. Да, но я смотрю, я не нахожу ответа, я не все королицы смотрю, я не могу поищать. Так что за видения эти, к чему они говорят, догматику возводят, нет, и не будет, прямо говорит, и не будете иметь нужны, чтобы кто учил вас, но все будете научены Духом Святым. На каких-то соборах опирались на сны? Нет. В канонах говорится где-нибудь обращение? Нет. Какие-то там видения? Нет. Это в частном порядке человек, чтобы поверил. Почему? Это знамение дается для неверующих, неверующих, когда не верят, что их Бог принял, как языки. Это знамение для неверующих, а для неверующих, которые, какие? Не верит человек, ему дано, для него самого. Он не верил в это. А теперь показал Господь. И что он показал? Видение. А вот увидел Корнили, это после воскресения, и он посылает Петру видения. Все тогда были такие, как Павлу, о благовестии. А теперь пошли, я говорю, другие иконы, и то на месте монастырь. Это совершенно не евангельские видения. Это противоположное. Те водили ко Христу, а эти уводят людей в сторону. Я все это уже там сказал. Какие это видения-то? Видения, вот мы и считаем, какие были. Павлу, муж македонянин, не явился. Там ему на корабле, когда был, сказал, что вот уже сколько дней не пили, не ели. Что дальше будет? Видение шло именно в этом направлении. А не то, чудотворная икона, за ней теперь стой в монастырь на этом месте. Никуда не ходи. Вот так. Я знаю тебя, кто задавал эти вопросы там, были. Видение говорит, что вразумляемы. А ты покажи мне одного человека, когда были вразумляемы. По написанному там, где вразумляемые? Вразумляемые? Он не знал, куда пойти, Павел. Вот ему вразумление пришло муж македонянин. Все. А юноши ваши какие? Покажите, где? Ну, назовите где-то, первый век, где? А какие вразумления? Вразумление, что ты должен делать? Как правило, спасение от большой опасности. Направление проповеди. А об другом-то разговаривать даже не надо. А были где? Четыре дочери Филиппа, пророчествующие. А пророчествующие, они часто видят видения, какие Бог показывает. Вот Агах подошел, говорит, чей пояс? Так свяжет того человека. Все, больше мы ничего не считаем. И зачем нам это знать? Ничего нету. А вы видели, какие видения? Я не видел ни разу. Мне это и не нужно совсем. Я знаю по Писанию, что должно быть дальше. Зато он говорит, мне чудеса не нужны. Я верю в чудес. Вот и все. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я верю в чудеса. Я верю в чудеса. И дай тебе, конечно, поколитесь. Субтитры создавал DimaTorzok И в судный день не вмини им во грех это безумие и нас распусти с миром. Покажи нам, Господи, на какой версте мировой истории стоит это общество и что мы должны делать на каждый день. Слово Твое Святое да будет для нас живым и действенным. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос.